Здравствуйте, вы смотрите программу правослового микрофона. Я ведущий Олег Кусов, а сегодня у нас необычный гость, директор Института нефтехимического синтеза Российской академии наук, академик Саламбек Наибович Хаджи. Здравствуйте, Саламбек Наибович, спасибо, что пришли в очень актуальное и для вас, и для вашей отрасли время, и вообще в очень актуальный переживаемый нами момент. Саламбек Наибович, я в одной из статьй прочитал про вас, что вы первый и единственный чеченец на должности министра в Советском Союзе. В 1991 году вы возглавляли Министерство химической и нефтехимической промышленности СССР. Но правда, что и тогда наша нефть была бюджетнообразующей отраслью в стране, и страна жила очень на засчет продажи нефти? Ну, да, когда говорят о том, что живет за счет, это не очень точная формулировка. Просто доля отчислений от нефти, продуктов, переработки нефти, химических продуктов, основанных на нефти, всегда была довольно высокой в бюджете нашей страны и в советское время, и в настоящее время. Но высокой – это не значит 100%. Это где-нибудь от 50 до 60% обычно. Сейчас, по-моему, процентов 40%. Поэтому это, можно сказать, не живет за счет, а значительный вклад в бюджет страны вносит. И это в советское время было тоже так. И в этом не было ничего страшного? Это не проедание запасов будущих поколений, как говорят некоторые политики? Нет, нет, в этом ничего страшного. Дело в том, что это проедание запасов. Я бы это не точная формулировка. Это, конечно, на любые природные ресурсы расходуются. Но даже относительно нефти, можно сказать, мы еще больше новых находим. И поэтому, если вот я помню, когда вот в 62-м году я начал работать не в переработке, это получается сколько же? 50, ой, 53 года назад. Но тогда тоже шел разговор, что через 20 лет нефть кончится. Ну, видите, 20 лет прошли, еще 20 лет, пришли все новые и новые месторождения. Другое дело, что она становится, если раньше было очень такие легкие нефти, которые было легко перерабатывать. То сейчас, конечно, нефти более тяжелые, их тяжелее перерабатывать. Но реально это нефть, и мы ее перерабатываем. Ну и есть следующие ресурсы, газ, уголь. И мы уже умеем делать из газа, угля, все, что можно делать из нефти. Другое дело, проблема цены. Дорого умеем делать, дешево умеем делать. Поэтому надо говорить серьезно о углеводородном сырье. Нефть, газ, уголь, биомасса. Этого углеводородного сырья для человечества на ближайшие пару тысяч лет хватит. Интересно, как вы получили предложение возглавить союзное министерство? Почему именно вам предложили стать министром? Ну, почему именно мне, я не могу объяснить, но я могу сказать, как предложили. Я в это время был генеральным директором научно-производства объединения ГРОЗНЕФТЕХИМ. Это научно-производство объединения, куда входило научно-исследовательский институт ГРОЗНЕФТЕХИМ, проектный институт ГРОЗНЕФТЕХИМ, опытные заводы, нефтеперабатывающие заводы в Туапсе, как опытный завод, и специальное конструкторское бюро в Ангарске, в Уфе. То есть довольно крупное объединение было. И наш институт занимался вообще генсхемой развития нефтеперабатывающей нефтехимической промышленности нашей страны. ГРОЗНЕФТЕХИМ, ГРОЗНЕФТЕХИМ, он один из самых старейших институтов. И поэтому, конечно, я владел, в общем-то, развитием всей нефтепеработки нефтехимии, как генеральный директор страны. Это, я думаю, влияло на принятие решений, решение ЦК партии же принималось. Второе, я был к тому времени народным депутатом СССР. И, в общем, достаточно уже известным народным депутатом СССР. Того самого съезда народных депутатов? Того съезда народных депутатов, да. Значит, одновременно я был уже там членом Верховного Совета. Там не все депутаты бывали членами Верховного Совета, но я был членом Верховного Совета и как раз членом бюджетного комитета, который занимался вообще бюджетом страны. И когда министр, который был до этого тоже генеральный Нижнекамска, вот Лимаев Николай Васильевич, уходил на пенсию, вот он рекомендовал меня. И мне это предложение внес Павлов, тогда ставший представителем правительства. Я сначала отказался, если правда говорить. — А почему отказались? Что вас смутило? — Нет, меня ничего не смущало. Я просто себя считал больше ученым, чем администратором. Хотя генеральный директор — это административная работа, но все-таки это было научно-производственное. Там наука во главе стояла. Я отказался. В принципе, я уже вышел, хотел выйти из Верховного Совета и домой в Розыск. Ну, на свою работу. Так получалось два дня там и три дня в Москве. Это тяжело. Ну, потом вопрос был поставлен, ну, вообще-то рекомендация была, мне сказали, это Михаил Сергеевич. Отложите мне. Вопрос был поставлен. Ты все время критиковал, а я действительно критиковал правительство. И теперь, когда тебе предложили поработать, ты откажешься. Вот это так и Верховному Совету скажешь. Ну, логика сильного Михаила Сергеевича Горбачева. Ну, не он лично мне сказал, он передали, да, критиковал, и работай. Для Кавказа это, знаете, как вызов. Да. Вот, и я Павлову сказал, хорошо, я пойду работать с условием, я бы хотел, а там Чирнамыдин начал делать Газпром, уже корпорации вместо министерства, я бы хотел министерство превратить в корпорацию. И мы начали готовить, делать корпорацию, такую химическую промышленность, не химическую. Ну, к сожалению, вот ГКЧП и все остальное, мы не успели это сделать, корпорацию, а так бы это была бы единая корпорация у нас в стране. И за это вот так и попал я министрам, предложили, сначала не хотелось, потом согласился. Ну, министрам интересная работа, она масштабная. Ну, получается, что вы считали, что перепрофилирование министерства корпораций, это нормально, да? Это не перепрофилирование, это реорганизация. Реорганизация. Реорганизация формы другая, да. Газпром успел это сделать чуть раньше, они раньше начали. И видите, Газпром живой. А наша химия рассыпалась тогда. И сейчас только мы еле-еле там собираем. Собрал Сибур, одну нефтехимию, там есть часть Роснефти собрали, часть Газпром. То есть только сейчас мы их начинаем собирать. Это все было в одном министерстве, еще плюс, еще десяток. Вообще всего было предприятие, Министерство химической, нефтехимической промышленности, более 800 предприятий было. Более 800 предприятий крупных. А мелких я уже даже не помню. Огромный, просто огромный комплекс. А моя логика была в другом, что вот мы сейчас пытаемся создать много компаний. Ну, ты считал, что для рынка нужно, для конкуренции на рынке много компаний. Что это ошибка. Что мы будем конкурировать им не между собой. У нас, и это неправильно, мы откроем границы и конкурировать нужны с крупнейшими западными фирмами. А эти небольшие компании не состояние с западными фирмами конкурировать. И надо создавать крупные компании, которые могут с миром конкурировать. Так и получилось. Наши химии почти все же загробили именно так. Потому что у них мощные ресурсы, дешевые кредиты. Значит, большой рынок. Они убили нашу химическую промышленность. Сейчас, вот мы сейчас ее только восстанавливаем заново. Вот еще мы узнаем одно из многочисленных отрицательных последствий ГКЧП. Что не дали вам перепрофилировать, реорганизовать министерство в корпорации. Мы бы не потеряли бы нисти. Ну, немного чего стране не дали сделать. Да, ну, в том числе. Главное, они именно, хотя все говорят, что страну развалило ГКЧП. Это череда Горбачев. На деле ее развалил ГКЧП. Если правду говорить. По той простой причине, что практически было уже готово союзное государство. Если бы не ГКЧП, все-таки, так сказать, договор о союзном государстве, а вся цель была создать как Евросоюз примерно, только из Советского Союза. И это можно было жизнеспособным было бы. Это был шанс, да? Шанс. А уже этим ГКЧП воспользовался Ельцин. И союз могли разрушить только славяне. И тогда трое славян, если вы помните, Ельцин, ГКЧП и Шишкович, они развалили союз. Именно они в этом виноваты. Кроме славян, никто от Советского Союза развалить не смог бы. Они захотели и смогли. Да, но, к сожалению, ГКЧП этому способствовал. А ГКЧП дал им шанс собраться втроем. На что сослаться, мол, опасность. Давайте, ребята, будем быстрее решать. Шанс стал собраться и шанс людей убедить, что надо что-то делать. Не будет ГКЧП, у них не было бы шанса это сделать. И вся жизнь, может быть, у нас пошла по-другому. Ну, а затем, я говорю, вот, если бы эти трое славяны этого не сотворили бы, у нас тоже по-другому было бы. Славик Николаевич, говоря о сегодняшних наших проблемах российских, в одном из интервью вы подчеркнули, что уходить от экспорта углеводородного сырья России сегодня не надо. Просто следует параллельно наращивать переработку нефти и газа в стране. Вот у меня, как у бывателя, вопрос. А не разрушена ли эта отрасль переработка сырья сегодня в стране? Мне говорят, что у нас очень много чего разрушено. И сейчас поэтому проблема непродозамещения очень довольно-таки такая тяжелая проблема, в том числе и в нефтехимической отрасли. Нет, ну, это, я думаю, не очень компетентные люди говорят. Значит, переработка практически не только не разрушена, она восстановлена и больше, что она существенно уже больше, чем было в Советском Союзе, переработка России. И заводов больше, и объемы продукции больше, да и качество существенно выше. Другое дело, что оно не соответствует требованиям сегодняшнего, ведь от Советского Союза до сегодня уже прошло 35 лет почти. То есть технологически отстает, да? Мы меньше вкладывали, чем могли бы, может быть, да. Но на деле, по сравнению с Советским Союзом, это уже далеко от них переработка вперед ушла. По сравнению с Советским Союзом, отстало по сравнению с Западом, но ушла далеко вперед по сравнению с Советским Союзом. При этом у нас метеопереработка, если не брать глубину, а по объему, она существенно превосходит потребность нашей страны. Наша страна может потребить 150 миллионов тонн нефт продуктов, для внутренней пользы. А производим мы их примерно 280. Мы почти 130 миллионов тонн нефт продуктов продаем за рубеж. Просто обязаны продать? Да, да. Нет, ну это же ресурсы, это деньги. Что означает, когда мы продаем нефт продукты за рубеж? Это означает, что за их деньги мы своим рабочим платим зарплату, за их деньги мы платим налоги, за их деньги мы содержим какие-то структурные, так сказать, объекты. Это все мечтают получить для своих рабочих деньги других стран. Это же нормальное явление. А 130 миллионов мы продаем, это хорошо. По нефтехимии тоже мы очень много поставляем за рубеж. Вот если взять химия и нефтехимия вместе, не нефт переработка, это как бы у нас три отрасли. Нефт переработка, нефтехимия и большая химия еще есть. То сегодня, значит, ну, вот нефтехимия и химия продает за рубеж товара почти на 50 миллиардов долларов. Ладу мы покупаем настолько же почти, к сожалению, за то, что разрушено было. Но мы на 50 миллиардов продаем. По импортозамещению, вот, да, у нас нить переработки практически проблем не будет. Они не в состоянии нам создать больших проблем. Мы в состоянии быстро все это сами сделать. Все, что там мы покупаем. Нефтехимии тоже не очень серьезные проблемы. Посложнее будет вот молотонажная продукция и большой химии так называемой. Ну, страна все равно за 2-3-4 года в состоянии это все сделать. У нас технически очень развитая страна. В принципе, нет в мире вещи, которую мы, если захотим, не сделали пока еще. Поэтому проблема будет, ну, большой химии. Но, я думаю, на 3-4 года от силы. Но есть какие-то припосылки ее решения? Вот, есть, скажем, воля политическая ее решить? Вы наблюдаете это? Да, конечно. Уже по всем направлениям создана программа импортозамещения. По всем направлениям расписаны, какие продукты нужны, в каких количествах, кому, как, кто их закупает. Это все расписано уже. Другое дело, если бы нефть не упала, мы могли финансировать очень серьезно. А сейчас, конечно, проблемы финансирования импортозамещения будут. Ну, страна любит создавать проблемы, потом их решать. Мы их решим тоже. Ну, и проблемы умеем создавать, ну, и решать их умеем. Да, мы даже любим их решать. Ну, может, в тем жизни интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok